Здравствуйте! Тема 6. Земля и ее форма и движение. Согласно современным космогоническим представлениям, Земля образовалась приблизительно 4,7 млрд лет назад путем гравитационной конденсации из рассеянного и околосолнечного пространства газопылевого вещества, содержащегося известные в природе химические элементы. Земля занимает 5 место по размеру и массе среди больших планет, но из планет, то есть земной группы, в которые входят Меркурий, Венера, Земля и Марс, она является самой крупной. Важнейшим отличием Земли от других планет в Солнечной системе является существование на ней жизни, достигшей с появлением человека своей высшей разумной формы. Условия для развития жизни на ближайших к Земле тела Солнечной системы неблагоприятны, обитаемые тела за пределами, последние пока также не обнаружены. Формирование Земли сопровождалось дифференциацией вещества, которые способствовали постепенный разогрев земных недель, в основном за счет теплоты, выделяющейся при распаде радиоактивных элементов. Результатом этой дифференциации явилось разделение Земли на концентрически расположенные слои, геоферы, различающиеся химическим составом, агрегатным составом и физическими свойствами. В центре образовалось ядро Земли, окружение мантии. Наиболее легких и легкоплавных компонентов вещества, выделившихся из мантии в процессе выполнения, возникла расположенная над мантией земная кора. Древнейшая Земля весьма мало напоминала планету, на которой мы сейчас живем. Ее атмосфера состояла из водяных паров, углекислого газа и по одним из азота, по другим из метана и аммиака. Кислорода в воздухе безжизненной планеты не было. В атмосфере древней Земли гремели грозы. Ее пронизовало жесткие ультрафиолетовые излечения Солнца. На планете изверкались вулканы. Исследование показывает, что полюса на Земле менялись и когда-то Антаркдида была вечно зеленой. Вечная мерзла обрабатывалась 100 тысяч лет назад после Великого Алладения. Земля была окутана парами, которые затем сгустились и создавали Мировой океан. Его воды частично ушли в подземные пустоты, создав сушу. Возникновение гор на Земле Роберт Губ, Рихман и другие связались с землетрясениями, либо с вулканической деятельностью. Ломоносов также объяснил образование гор подземных жаров, открытия, исследований и идей 17 первой половины 19 веков. Подготовили почву для возыкновения комплекса науки о Земле. К важнейшим из них относятся в частности открытия Гильберта, заключающие в том, что Земля в первом приближении является элементарным магнитом. Ломоносов предположил, что значение силы тяжести на земной поверхности определяется внутренним строением планеты. Он же одним из первых предпринял попытку измерить вариации ускорения силы тяжести, а также совместно с Рихманом исследовал атмосферное электричество. В этот же период была развита теория маятника, на основе которой стали производиться достаточно точные определения силы тяжести. Разработаны метеорологические приборы для измерения скорости ветра, количества осадков, влажности воздуха. Он одним из первых наблюдал магнитную бурю и обобщил накопившиеся к первой четверти XIX веков данные о строении Земли. Для изучения прохождения в Земле сейсмических волн, Малли в 1851 году осуществил первые искусственные землетрясения. Вихерд, основываясь на результатах изучения состава метеоритов и распределения длиния плотности и в недрах планеты, выделил в Земле металлическую, что и Земля, и каменную оболочку. В этот период установлена возможность определения, позволила поздно построить геохронологическую шкалу. Пятая тема. Солнечная система. В Солнце и обращающие вокруг него небесные тела 8 планет, более 63 спутников, 4 системы колец у планет-гигантов, десятки тысяч астероидов, несметное количество метеоритов, размером от валунов до пылиник, а также миллионы комет. В пространстве между ними движутся частицы солнечного ветра, электроны и протоны. Исследована еще не вся Солнечная система. Например, большинство планет и их спутников лишь бегло осмотрены пролетом траектории, сфотографировано только одно полушарие Меркурия. А к Плутону пока не было экспедиции, но все же с помощью телескопов и космических зондов собрано уже много важных данных. Почти вся масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце. Размером Солнце также значительно превосходит любую планету ее системы, даже Юпитера, в которой 11 раз больше Земли и имеет радиус в 10 раз меньше Солнечного. Солнце – обычная звезда, которая светит самостоятельно за счет высокой температуры поверхности. Планеты же светят отраженным солнечным светом, поскольку сами довольно холодны. Они расположены в следующем порядке от Солнца – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовая планета Плутон. Расстояние в Солнечной системе принято измерять в единицах среднего расстояния с Земли от Солнца, называемого астрономической единицей. Девять больших планет показано в масштабе их относительно размера и положения орбит. Внутренние планеты – это Меркурий, Венера, Земля и Марс. К планетам-гигантам относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Самая далекая планета – Плутон. Планеты обращаются вокруг Солнца, но почти круговым орбитом, лежащим приблизительно в одной плоскости направления против часовой стрельки, если смотреть со стороны северного полюса Земли. Плоскость орбиты Земли лежит близко к средней плоскости орбит планеты, поэтому видимые пути планет Солнца и Луны на небе проходят вблизи линии эклиптики, а сами они всегда видны на фоне созвездий зодиака. Наклон орбит отчисливается от плоскости эклиптики. Орбиты всех тел Солнечной системы очень близки к эллипсам. Размер и форма эллиптической орбиты характеризуются большой полуосяю эллипса. С точки зрения земного наблюдателя планеты Солнечной системы делят на две группы. Меркурий и Венеру, которые ближе к Солнцу, чем Земля, называют нижными внутренными планетами, а более близкие от Марса до Плутона – верхными, то есть внешными. У нижних планет существует предельный угол удаления от Солнца. 28 градусов у Меркурия и 47 градусов у Венеры. Когда такая планета максимально удалена к западу, востоку, от Солнца, говорят, что она находится в наибольшей западной элангации. Когда нижняя планета видна прямо перед Солнцем, говорят, что она находится в нижнем соединении. Когда прямо за Солнцем в верхнем соединении. Подобно Луне, эти планеты проходят через все фазы освещения Солнцем в течение синодического периода. Пояс астероидов, проходящий между орбитами Марса и Юпитера, делит планетную систему Солнца на две группы. Внутри него располагаются планеты земной группы, схожие тем, что это небольшие, каменистые и довольно плотные тела. Они сравнительно медленно вращаются вокруг оси вещанных колец и имеют мало естественных спутников, земную Луну и марсианский Фобус и Демос. Ревные люди знали планеты, видимые не вооруженным глазом, то есть все внутренние и внешние вдоль вплоть до Сатурна. Редактор субтитров А.Семкин